Империя Кисем. Начало правления Мурада Кровавого. Но в сериале освещена только часть его жизни. В основном сериал посвящен Кисем. В Империи Кисем описывается дальнейшая судьба этой Валиде-Султан в Османской империи. Окончание второй части полюбившего всем сериала стало убийство Кровавой Валиде-Султан и признание истинным наследником и в дальнейшем султана сына Турхан. Что касается остальных действующих лиц, то в сериале нет информации о их дальнейшей судьбе. Поэтому обратимся к истории. В крайней серии второго сезона рассказывается о Салихе Дилашуб и ее сыне Сулеймане. Этого Шекзаде планировали возвести на престол вместо несовершеннолетнего сына Турхан. Мальчики были практически одного возраста. Однако Кисем хотела видеть на престоле Османской империи именно Сулеймана, потому как его мать не стремилась к власти и не любила интриги. Имела довольно покладистый характер. По историческим справкам у Сулеймана было также две сестры. В последней серии сериала в комнате Кисем Турхан сделала все, чтобы Шекзаде Сулейман остался в живых. Судьба его и его матери была печальна. Его отправили в Кафес, а его мать сослали во дворец Плаче, где они жили 38 лет до момента свершения Мехмеда с престола. Вскоре Сулейман зашел на престол, а его мать стала Валиде. Однако наслаждаться властью и ему и его матери пришлось недолго. Трудности и тяготы подорвали ее здоровье. После смерти матери Султан прожил недолго, всего лишь пару лет. Кто же на самом деле Хатедже Маузе Султан и ее сын Ахмед? Хатедже подарила Ибрагиму Шекзаде Ахмеда. В сериале она всегда находилась недалеко от Салихиди Лешуб. Позднее ее также отправили во дворец Плача, но подругами они никогда не являлись. Каждая из них пыталась посадить своего сына на престол всеми возможными и невозможными способами. По истории Хатедже родила двоих детей Султану – девочку и мальчика. Последние свои годы Маузе справила во дворце Плача, так и не увидев правления своего сына. Ему готова на судьбой стать Султаном только после Сулеймана. Обе валиды Султан были упокоены в гробнице в мавзолее Султана Сулеймана. Химашах Султан. В сериале нам показали, после того, как Ибрагима свергли, Турхан сослала Химашаха во дворец Плача. Но ее сын Архан, который в тот момент был еще совсем крошкой, остался жить во дворце. После чего Кисем неоднократно вспоминала Шекзаде Архана со словами Он был совсем мал, он не прожил и года, а его мать так и не смогла оправиться от удара судьбы. Нет данных, когда умерла Химашах. Есть только предположение, что она смогла прожить не больше 20 лет после того, как ее выслали из дворца. Турхан Султан. Турхан Султан. В роли валиды Султан она смогла прожить не больше 35 лет. Султанша стала регеншей при своем малолетнем сыне, который взошел на престол. Но она и ни на шаг не приблизилась к такой власти, как Кисем Султан. Может не смогла, а может и не хотела. И вот в последней серии мы можем наблюдать, как радуется своей победе Турхан, которая смотрит на все происходящее сверху вниз. В начале своего правления Мехмед был мал, и он мало уделял времени государственным делам. Но большой страстью юного султана была охота. В народе его прозвали охотником, что очень сильно подходило Мехмеду. Согласно историческим справкам, Турхан и остальные члены дивана были нечисты на руку. И в дальнейшем это послужило причиной бунта. Султану Мехмеду было всего 14 лет, когда это произошло. Ему предоставили список людей, которые были приговорены к казни. Малолетний султан с ужасом увидел среди перечня имен имя своей матери. Все же Мехмеду удалось упросить чиновников помиловать его мать. И тогда реальную власть обрело семейство Кюпрюлюлда. Турхан султан умерла в возрасте 56 лет и потому не увидела свержения своего сына Мехмеда с престола Османской империи. К сожалению, в этом видео мы не смогли рассказать про всех героев сериала, таких как Атике Султан или Кае Султан. А все потому, что показанное в сериале не... Атике Султан Атике Султан Атика Султан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok